Занёс Ваня ящик книг. Сейчас я их буду перебирать. Не знаю, что тут за книги. Это только один ящик, там ещё два ждёт. Фантазёры носов. Детское что-то. Для детей младшего школьного возраста. Детская литература. Незнайка на луне. Тоже детская. Мэри Поппинс. Книжки-то в принципе детские. Королевство кривых зеркал. Празднуем день рождения. Что это такое? Весёлая геометрия для самых маленьких. Тут вообще книжки такие хорошие. Сказки. Братья Гримм. Корни Чуковские сказки. Тут столько много сказок для маленьких. Столько много книжечек для маленьких. Может уже Дима. На рабочее дитя может ты кому-нибудь дашь. Дима у нас уже с этого возраста вышел. А библиотеку видишь? Ты что думаешь? Библиотеки захотят? Нет? Да нет. Так надо отдать. Так отдать просто. Ну. Вотика. У нас у Дима типа таких были с книжечки. Покупали мы ему тоже. Букварь. Видишь? Надо просто в ДК сходить узнать. Ну. Если нужны им книги, то привезем. Илоида. Так, ладно. Ещё одну палочку надо съесть. Так. Шолохов рассказы. Лучше детскую литературу я отдельно стопочку сложу. Прям совсем тут детская даже есть. Детская-детская. Ревизор. Гоголь. Смерть Ивана Ильича. Повесть и рассказы. Толстой. Вот книжка детская тоже сорвеговала. Как куська домовят помирил. Тоже детская. Сказка о потерянном времени. Книжки в очень хорошем состоянии. Вот это практически новая. Просто что она запылилась немножко и всё. Винни-Пух. И всё-всё-всё. Так, Максим Горький. Анна Каренина. Ух ты. Анна Каренина. Восемьдесят седьмой год. Книжка. Ещё одна. Анна Каренина. Первый, четвёртый, пятый, восьмой. Повести. Так. Опять детские пошли. Сказки Чайковские. У меня типа таких тоже у Димы Маленького были. Тоже где они, не знаю даже где они. Иди их искать. Так, необыкновенные приключения Карика и Вали. Повести. Очень много детских книг. Так. Не знаю-ка в солнечном городе, пожалуйста. Зовушка. Ух ты. Тут даже такая вот, смотрите. Видно вам, нет? Видите, как она открывается? Вот так. В детстве такую книгу иметь была просто мечта. Вообще обалденная. Очень красивая книга. Яркая, красочная. Чёткая. Так, что у нас тут ещё? Баранкин-будь-человек у нас такая тоже где-то была книжка. Сказки Корнечуковские. Это вот, знаете, садичный возраст. Старшая группа, средняя группа, первый класс хотя бы. У нас уже эти книжки, конечно, маленькие. Загадки. Хотя, по сути, вот... Читай, читай их. У нас уже волшебные сказки Шарля Перро. Очень много сказок. Это вот старая книжка сказки и картинки. Какой год-то? Восемьдесят девятый. О, эта книжка у нас такая в садике была. Блин, точно. Когда я ходила в садик, у нас такая книжка была. И нам её читали. Это вообще книга раритетная. Прям очень даже жалко с ней расставаться. Вообще классная книжка. Я прям хочу оставить даже. Так, это что? Белоснежка и семь гномов. Тоже книжка в хорошем качестве, в хорошем состоянии. Глощённая, гладкая. Прям рисунки все яркие, чёткие. Смотрите, иллюстрации какие. Ничего себе. Так, дальше. Так, повести и рассказы Чехова. Обыкновенная история Гончаров. Шрифт мелковатый. Так, Александр Данилович Меншиков. Мелковатый шрифт читать вот. Пятнадцатилетний капитан Жюль Верн. Тоже шрифт мелковатый. Книга тоже очень старенькая. Такого на год 89. Не знаю, там что-то видно, что я вам показываю, не видно. Так, Гоголь. Повести и драматические произведения. Мелкий шрифт. Куприн. Повести и рассказы. Да, кто-то, видимо, очень любил читать в этой семье. Пушкин. Сказки. Ух ты. Так. Вот это более современная книга. Какой год-то. 93. Наверное, больше всего детских некрасов. Приключения капитана Врунгеля. Тоже целая книга. Здорово. Так. Островские пьесы. 86. Толстой детство, отрочество, юность. Это, знаете, наверное, эти книги покупались больше для школьной программы. Вот наши годы, когда мы учились, много что из этого проходили. Сейчас я не знаю, что они там проходят. Тургенев накануне. Отцы и дети. Отцы и дети. Точно в школу походили мы. Детские опять сказки прошли дядя Степа. в 88-м год. Я говорю, это вот для средней группы, старшей группы. Нулевой класс детской от этой литературы читать. Так, что здесь оладушки. Тоже скотчем обклеивали. Мы тоже, дети, когда маленькие у меня были, мы с мамой, с моей тоже каждый книжечек, у нас было много детских сказок, ну, маленького формата. И мы каждую страничку вот так вот скотчем обклеивали, как и здесь, чтобы эта книжка сохранилась. Это как стишки, наверное. Разучивали их когда-то, чтобы книжка сохранилась. Вот так вот ее обклеивали. Снегурочка. Видите, вот такого формата. Рассказы. У меня такие в детстве были книжки такие. Я не знаю, где они делись. Вот тоже. Заяц хваста советского времени. Книжки. У меня типа таких были книжки. Именно такого формата. Такие же вот яркие такие. Где они? Я не знаю. Где-то были. Колобок. Смотрите, как оригинально, да? В виде колобка. Маша и медведь. Ой. Ностальгия конкретная. Тоже вся книжечка в скотче. Сказки конек, горбунек. Горбунок. Тоже очень иллюстрированная, яркая. Так, в общем, вот в этом ящике все детская литература. Здесь школьная программа, я так понимаю, старшие классы. А здесь Ваня принес. Здесь все в томах. Два ящика, вот. Граф Монте-Кристо. Тут вот книги Есенина, Сергей Есенин. Все стихи. Тут их прям несколько штук. Три штуки тут их. Вот. Что тут еще есть. Так. Эмиль Золя. Не знаю, как правильно читать. Том 24. Все в томах. Вот видите, все одинаково. Это точно библиотеку сдать, наверное, нужно. Монте-Кристо. Две книги. Так. Это кто у нас? Илья Эренбург. Тоже в томах. Все. Книга 4. Видите, все в томах. Дальше Лесков. Тоже в томах. Фадеев тоже. Несколько книг тут лежит. Это просто вот общая целая коллекция книг. Я думаю, это вообще раритетная литература. Для кого-то она, видимо, была когда-то очень ценна. Но нам она сейчас, конечно, не нужна. От Лескова тоже. Две стопы вот эти. До дна Лескова. 11 в томах. Том 9. Вот. Это все в библиотеку точно пойдет. И последняя коробка. Здесь, к сожалению, немножко подмокла край. Так. Кто здесь? Решетников. Это кто? Катрин. Жюльетта. Бен Сони. Вот эта вот книжечка. Попортилась одна. Заплеснила прям. Сейчас посмотрим, кто это вообще. Так. Виталий Семин. Повесть, роман, рассказы. Тоже вот. Да уж. Тут, конечно, литература такая вся. Очень интересная. Все, вот он. Видите, все в томах. Все в томах. Тоже библиотеку сдадим. Не знаю, что там им надо будет, что не надо будет. Пусть они сами перебирают, смотрят. Тут вот тоже Диккенс. Чарльз Диккенс. Тоже в томах. Маршак. Тоже в томах. Тут все в томах. Тут нет такого, что что-то прям в одном экземпляре. Так. Так, это кто у меня тут? Виктор Гюго. Отверженный роман. Том первый. Тоже в томах. Все в томах. Короче, надо будет сходить в библиотеку и спросить, нужно ли это им все. Какие классные мне, Ваня, инструментики нашел. Лопаточка. Грабельки маленькие. Где-то кустики подгрябать, грядочки подровнять. Классный инструментарий. Нам такой нужен. Так, пока книги сюда в угол поставила. Так, все, Ваня стеллежи закончил делать. Сейчас мы тут будем все перебирать. Что не нужно сразу на улице. А потом все вывозить. Что нужно на полке все складывать. Ладно, чуть позже подключусь. Покажу, что у нас тут будет. Так, ну что. На полках под полками разобрали. Все там складываем. Что нужно, что не нужно, что не нужно. Вот у нас все лежит. Целая гора всего. Но мы еще тут ничего не перебирали. Еще тут все будет перебираться. Вот там целая коробка обуви старой. Тоже на свалку. Ой, пыль с толпом. У нас уже время 3 часа дня. Нам тут еще возиться. Часов до 7, наверное, будем возиться. Еще я молчу про яму. Еще мы там не были. Так, ладно. Дальше перебираться. А, в машине сколько мусора заставили. Сколько тут еще мусора. Фу, мы уже просто выдохлись. Вот это все мусор. Сколько я не залез в яму. Я сверху все поубираю. Осталась яма. Яма очень длинная. Весь гараж. Где-то пластиковые трубы непонятные. Для чем они. Коляска. Запчасть нижняя от коляски. Лесенка какая-то. И что это? Вот хорошая лестница. Добротная прям. Блин, комары разлетались. Какая яма здесь классная. Борь, прям огромная. Где-то там должен быть вход в подвал. Мы еще не знаем где. Вот тут, наверное, заваленные где-то. Осталось тут смести. Так все было. Сколько мусора. Ну, еще в машине я вам показала мусор. Уже устали. Время у нас уже 5-й час. 25-й час уже. О, пылище. Что-то Толь? Толь же на свалку. Все порвано. Все порвано. Как порыбанное. О, дуги напарник, да? Или что это? Да, наверное. Дуги напарник же это? Ну, согнутый, как напарник, типа. Толь, кому что? Пакет это у нас тоже с парника. Может оставить пакет этот? Да. Оставить может пакет? Так. Кто drin? Пакет это уже с парmetertистом. Пойди, как напарник. Толь, как напарник? Как дуги, у habitats тамалу! Коп ! Коп ! Кого? Как дуги! Коп ! Потому что они повли J**** 양гарху! Коп ! Коп ! хозяй Having пог sanctile Рег Anthросов attack! Завалит меня, но... Ещё не там подвал, а где подвал-то? Непонятно. Или вот здесь деревянные доски под ними. Фиг понять вообще. Не покинула. Прогибаются, потому что гнилые, а там яма. Нету ямы. А где яма? А может тут вообще нет погреба? Нет фонарик. Твой телефон тащить? Короче, обнаружили подвал. Вань туда посветил фонариком, там ещё и банки трёхлитровые, засолки стоят. Ну, видимо, ещё древние и древние. Древние? Крышки уже там по типу ржавейшие. Да масло надо в капроновой крышками всё-таки. Треник. Ну, сегодня уже подвал мы не будем лазить. Сегодня тут хотя бы в яме убраться. Вымести всё. И всё. И вот это всё вывести. А подвал уже оставим на следующий раз. Так что всё, продолжаем. Всё, мы закончили. Машину загрузили. И вот что у нас не вошло. Ещё на рейс. Надеюсь, уместимся. Вот такая вот гаража. Чистота. Яме чистота. С ямой только мешка два с половиной выгреблю мусора. Всё. Всё чистенько. Теперь в наших планах перекрыть крышу. Вот здесь оно протекает. Что там вот видно. И потом здесь уже штукатурить, белить. И потом уже обустраивать. А так пока вот так как-то. Целый день у меня здесь вошкались. Начинал один Ваня. Пока я готовила. Потом уже и Ваня. Ой, я подключилась. Устали сегодня. Все в пыли. Все грязные, черные. Это звание тут тоже немножко сметёт. Так что вот так вот. Всё. Сейчас мусор вывезем. И домой поедем мыться. А, нет. Нам ещё нужно полить. Мне нужно полить грядки. Потому что сегодня на улице жарко. Всё и высохло 100% процентов. Нужно будет поливать. Так что вот так. Всё грязно. Ищу комаров столько. Вечер. Фух. Встали как не знаю кто. Вот такой вот отцепной у меня. Ну ничего. Зато я довольна, что проведём с пользой. Отцепной. А то мы всё никак не могли до этого гаража добраться. Навести здесь более-менее чистоту. Весь хлам вывезти. Конечно, эта уборка просто как мусор весь лишний вывезли. Выгребли. Всё перебрали. Это уже большая работа. Все грязные девочки. Ну ладно. Буду прощаться. Если ещё будут силы, подключусь сегодня. Ну наверное уже вряд ли. Сейчас мусор вывозим. Огород поливаем. И домой идутся отдыхать. Ладно. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова